Внутри себя, в себе одном самом, писатель ищет слов и вдохновения. В народной гуще он, конечно, слон, и призван прокричать, не просто свинькать. И стопняки грибут от угля жар, от пастбищ кормятся пасущие корову, и сеющим увидится по осени навар, но без благословения провалится все в прорву. Надвидится и в полдень кучная тьма, в громах и молниях клубится непогода. Как птицу счастья простецу поймать и оказаться в деле нужным, годным? Перетрясаем интервью гигантов и их блещущая фраза заботу и прогляд. Без Бога лопотание, будто с пятел, перебирая всех писателей подряд. Не испытает нерожденный свыше всей мощи силу от библейских слов. Зовут Христу, неверный же не слышит, не указует на Христову кровь. А без Христа, без вечности, пустое. Зачем быть нравственной толпе мертвецкой? Канализация уста, сплошной отстойни, зло пузырится от избытка сердца. В самом себе добра не нахожу, корысть и труси собладают каждым. Копается в себе монах навозный жук, и с этим изысканием в землю ляжем. Когда Иисус, владетель сердца, станет, изменит духом нашу в корне суть, с пути бегущих разбросает камни, расчистит к небу лучезарный путь, тогда, не раньше, и не ты, Христос, победно водрузит на башне знамя. Без веры в Бога замыслов разнос, забвение истины парализует память. 14 августа 2008 года.